С открытым письмом в СМИ обратились сразу семь владимирских ритуальных компаний. Предприниматели молчать больше не в силах. Авторы письма заявляют, во Владимире долгие годы орудует похоронный спрут, который занял около 80% всего ритуального рынка. Коррупция на рынке ритуальных услуг это срастание предприятия судмедэкспертизы с одним частным предприятием ООБРУ. Мы считаем, что это результат никакого либо действия, это целая система. При которой другие участники совершенно исключаются из этого рынка. И работаем в неравных условиях. Хотелось бы этот рынок открыть. По словам ритуальщиков, директор судебно-медицинской экспертизы тайно руководит и частным похоронным предприятием. Предприниматели рассказывают, что обе компании квартируют в одном и том же морге. И задаются вопросом, может у них есть и негласный подряд. Но подозревают в этом бизнесе не только судебно-медицинскую экспертизу. Процветать и развиваться частной ритуальной фирме помогают и полицейские, говорят ритуальщики. В руки предпринимателей попал бланк участкового. На нем размещена реклама того самого похоронного агентства с номерами телефонов. По этому факту представители похоронного рынка обратились в антимонопольную службу. Было обращение, почему на бланке участкового реклама. Если есть реклама, то почему только одной компании, а не восьми компаний, которые работают на рынке в городе Владимире. Ответ был, что бланк не является официальным документом МВД. И участковый имеет право выписывать направление на любом бланке, на любом документе. Вызывают много вопросов и расценки преуспевающего похоронного бюро. Услуги, которые государство предоставляет бесплатно в их квитанции, выливаются в кругленькие суммы, утверждают ритуальщики. Со санитарной обработкой 5000 рублей, за что судебно-медицинская экспертиза сотрудники получают зарплату от государства. Она бесплатная услуга. По всей видимости, замешаны в похоронном бизнесе и медики. О смерти многодетной мамы Юлии Апеновой, к примеру, родственникам сообщили даже не врачи, а ритуальный агент. Наш прошлогодний эксперимент показал, что схема работы у похоронного агентства и медиков четко отлажена. Через 15 минут после звонка в скорую у дома уже появился ритуальный шпион. А участковый-то будет? Да участковый он позже подъедет. А, понятно. Что, услуги свои? Да. Вам в скорую сообщил, что ли? Я не забиваю, кто слил, 0,3 или 0,2. Понятно. Какая разница. Но не они же, не другие. Ну, я же перевожу. Этот факт, как и другие публикации в СМИ на эту тему, у чиновников не вызывают почти никакой реакции. Узнать мнение Департамента здравоохранения по поводу открытого письма ритуальщиков нам сегодня не удалось. Но ранее глава облздрава подтверждал факт коррупции в одной из городских больниц. На своей предновогодней пресс-конференции Александр Кирюхин заявил журналистам, что все договоры медучреждений и похоронных агентств будут расторгнуты к 2017 году. Ритуальные услуги не должны работать внутри учреждений. Это абсолютно точно. Это наша задача. Поэтому сегодня мы запланировали транспорт, транспортные услуги, расходы бензина. Предусмотрели, чтобы работники наши были. Вот это вопрос транспортировки от больничной койки до патологоэнтомического отделения. Это функция только больницы. По информации из наших источников, реакция на открытое письмо ритуальщиков во власти все же последовала. Сегодня в Белом доме состоялось совещание, на котором подняли тему похоронного бизнеса в 33 регионе. Мы надеемся, что в ближайшее время станут известны подробности этой встречи. Ольга Федина, Александр Мажаров, 6 канал.